Дэйл Брэддессон. Мозг вне возраста. Протоколы и свидетельства людей, победивших Альцгеймер. Эта книга посвящена Деборе, Кристин, Джулии, Марси, Салли, Эдварду и Фрэнку. Ваша смелость, усердие и широта взглядов проложили дорогу для того, чтобы выжили миллионы. Спасибо вам от всех нас. Ни издатель, ни автор не дают профессиональных советов и не предоставляют услуг заинтересованному слушателю. Идеи, процедуры и предложения, содержащиеся в этой аудиокниге, не имеют своей целью замену консультации у вашего врача. Все связанное с вашим здоровьем требует медицинского наблюдения. Ни автор, ни издатель не несут ответственности за любой вред, якобы нанесенный какой-либо информацией или какими-либо предложениями, содержащимися в этой аудиокниге. Введение Сложности перевода Если вы хотите идти быстрее, идите один. Если вы хотите идти дальше, идите вместе. Африканская пословица Представьте себе, будто вам сказали, что у вас болезнь Альцгеймера. Поскольку это довольно распространенное заболевание, есть большой шанс, что это случится с кем-то, кого вы любите или кого люблю я. Теперь представьте, что вместо заключения о том, что надежды нет, вам говорят, что это легко лечится, и что вы не утеряете нормальных когнитивных способностей. Более того, ваши дети будут уверены в том, что они сами, и их дети, и все последующие поколения вашей семьи могут избежать болезни Альцгеймера. Такой поворот судьбы изменит всю вашу жизнь и отразится на последующих поколениях. Это и было целью перевода исследований, которыми мы с коллегами занимались более 30 лет, в терапевтический подход. Вы помните, когда вы впервые услышали о неизлечимой болезни, которая, наконец, стала излечимой? На протяжении своей истории мы, люди, побеждали одну болезнь за другой часто с помощью биохимических исследований, иногда изучая разрозненные сообщения о клинических случаях в традиционной медицине, а также посредством прочих вещей, связанных со слепой удачей. Однако, вне зависимости от методики, каждая победа над болезнью сначала кажется чудом. Смертельный приговор вдруг отменяется для тысяч или даже миллионов людей. Каждый получает надежду на выздоровление и на будущее. События такого рода символизируют один из наиболее приятных аспектов того, что значит быть человеком. И они никогда не перестают вдохновлять меня. В 1940-х годах у подростка Наджива из индийской деревни вдруг началась лихорадка. Возникла головная боль, и он впал в бессознательное состояние. На повозке, запряженной валами, его отвезли в город, где доктор поставил диагноз – бактериальный менингит. В то время считалось, что это заболевание быстро приводит к смерти. Однако на сей раз доктор сказал родителям Наджива, «Еще неделю назад я ничего не мог бы сделать для вашего сына. Но из Англии только что прибыло новое лекарство. Называется пенициллин. Наджив полностью вылечился, и это более чем важно для всех нас. Его сын сейчас – один из самых талантливых из всех известных мне исследователей в области биомедицины, работа которого дает надежду на эффективное антивирусное лечение, не только COVID-19. Заражение которым сейчас приобрело масштаб пандемии, ну и других последующих коронавирусных пандемий. Это блистательный успех в деле спасения жизни на Земле». Разработка Эдвардом Дженнером первой вакцины против оспы считается, что Дженнер спас больше жизни, чем любой другой человек в истории человечества. Или открытие Бантингом и Бестом инсулина, что спасло миллионы людей с диабетом. Или применение Дэвидом Хо тройной терапии для эффективного лечения ВИЧ. Каждый из этих первооткрывателей отвоевал надежду у безысходности. Каждый оказал влияние на реальность, в которой мы живем изо дня в день, создал бесконечные возможности, прежде не существовавшие, и безвозвратно изменил будущее. Семерых излечившихся, о которых вы услышите в этой книге, тоже можно назвать первооткрывателями. Вы услышите рассказ Кристин, самого первого человека, который принял наш протокол. Нулевой пациент. Она видела, как мать скатывается в деменцию, и доктор тогда сказал Кристин, что ее ожидает та же судьба, а надежды на лечение нет. Что чувствует каждый из нас, слыша такие слова от врача? Вы услышите рассказ Деборы, которая страдала, наблюдая за тем, как ее любимые отец и бабушка умирают от Альцгеймера, а затем она пережила настоящий ужас, заметив у себя те же симптомы и задумавшись о том, что унаследуют ее дети. Вы узнаете об Эдварде, которому сказали, что нужно закрыть бизнес и привести дела в порядок. И о Марси, у которой скопилось множество штрафов за парковку, потому что она не могла вспомнить, как оплачивать ее в паркоматах. И о медсестре-инструкторе Салли, которая рассказывала студентам, что эффективного лечения от болезни Альцгеймера не существует, а затем сама заболела и не дала положительных результатов, участвуя в испытании лекарственных препаратов. И о Фрэнке, который планировал написать книгу, хронологически фиксирующую его собственный путь к деменции. И, наконец, о Джулии, которая спросила опытного невролога, не может ли тот помочь ей избежать ухудшения в будущем, и услышала «Удачи вам в этом». Мысли, волнения, эмоции и окончательный триумф, испытанные выжившими, описаны здесь с такой глубиной чувств, которую способны передать лишь те, кто перенес заболевание и смог это выразить. Все эти первооткрыватели все еще участвуют в испытании. Они прошли позитронно-эмиссионную и магниторезонансную томографии, изучили истории своих семей и прогнозы докторов, пытливых и неленивых, которые помогли им найти новые решения, выявив скрытые причины когнитивного упадка и проявив настойчивость в соблюдении лечебного протокола. Благодаря этим первым излечившимся сейчас виден путь для миллионов нуждающихся как в профилактике, так и в лечении когнитивного упадка. Наши первооткрыватели меняют наш образ мысли относительно заболеваний такого рода. Наше отношение к предотвращению и лечению болезни Альцгеймера и предшествующих ей состояний, таких как УКН – умеренные когнитивные нарушения и СКН – субъективные когнитивные нарушения. Но почему мы шли к этому так долго? Болезнь Альцгеймера была впервые описана в 1906 году, однако первые люди, выжившие после лечения, появились лишь в 2012 году, то есть столетия спустя. Почему так поздно? Фундаментальная разница между тем, как пациентов лечили с 1906 по 2012 год, к несчастью, этим методом в основном все еще пользуются до сих пор. И тем лечением, которое применяли ко всем выздоровевшим, очевидно. При всех прежних курсах лечения пациенты получали жесткое предписание принимать препарат Арисепт, который никак не влияет на причины, вызывающие когнитивное расстройство. В противовес этому, каждого преодолевшего болезнь Альцгеймера и исследовали на наличие факторов, вызвавших само заболевание. Затем, для влияния на эти факторы, был разработан индивидуальный, точный медицинский протокол, названный нами РЕКОД, для лечения когнитивного упадка. Некоторые пациенты имели невыявленные инфекции. Например, у Марси, как вы узнаете из ее истории, была невыявленная инфекция от укуса клеща, довольно распространенного вида, Эрлихия, и лечение ее, наряду с другими множественными факторами, оказалось важным для получения отличного результата. Салли подвергалась воздействию микотоксинов, токсинов, которые производят некоторые виды плесени, и устранение их стало существенной частью успеха. Каждый из излечившихся, голос которых вы услышите, имел разный набор факторов, поэтому оптимальный протокол для всех тоже был разным. Понимание того, что сложные хронические заболевания, такие как болезнь Альцгеймера, нужно лечить, исследовав все скрытые факторы, кажется очевидным. Попытки лечить болезнь Альцгеймера вслепую подобны попыткам посадить космическую капсулу на Луне, задав ей произвольное направление и искрести в пальцы. Однако в этом и заключается стандартная методика многих центров по лечению Альцгеймера во всем мире. Почему? Ответ содержится в африканской пословице. Если вы хотите идти быстрее, идите один. Если вы хотите идти дальше, идите вместе. Это прекрасный совет во многих случаях, но что будет, когда вы идете вместе и вам действительно нужно пойти далеко, а вы идете в неправильном направлении? Тогда вы вместе окажетесь от цели дальше, чем были в начале пути, и будете уходить от нее все дальше и дальше. К тому же проблему усугубляет то, что группа, с которой вы вместе двигаетесь, пытается убедить себя, что идет в правильном направлении, несмотря на все доказательства того, что это не так. Более того, все члены группы связали источники своего существования с этим неверным направлением, с поисками основного финансирования, с разработкой лекарств, с успехами фармацевтики, с важными для карьеры публикациями, с биотехническими открытиями, с получением грантов, с культом самовосхваления и так далее. И курс фактически невозможно изменить. То, что в идеале начиналось как наука и медицина, трансформировалось в политику, а в политике правда слабое оружие. Есть хорошая новость, на самом деле очень хорошая, которая заключается в том, что исследования на котором основывается лечение болезни Альцгеймера является фундаментальным, воспроизводимым и даже элегантным. О патологии, эпидемиологии, микробиологии и биохимии болезни Альцгеймера известно много, и эти сведения опубликованы в более чем ста тысячах биомедицинских докладах. А потому у нас есть инструменты, необходимые для игры в шахматы с дьявольским Альцгеймером. Исследования основательны, данные точны, следовательно, мы много знаем о стратегии дьявола и его ходах, но перевод всех этих данных в эффективное лечение и профилактический протокол оборачивается неудачей, к несчастью. Поскольку мы все последовали этим необдуманным путем, в стране осталось целое поле методов лечения Альцгеймера и рекомендаций по профилактике заболевания. Эксперты советуют нам не проверять свой генетический статус в отношении АПОЕ4, самого распространенного генетического риска для болезни Альцгеймера, потому что мы все равно не можем с этим ничего сделать. Но спросите более трех тысяч человек на веб-сайте АПОЕ4.info, которые делятся своими стратегиями по профилактике. Подавляющее большинство их являются теми или иными вариантами разработанного нами РИКОД протокола. Эксперты утверждают, что ничего нельзя предотвратить, повернуть вспять или задержать в болезни Альцгеймера. Однако прошедшие экспертную оценку публикации множества групп противоречат этому утверждению. Нам говорят, что легкие когнитивные проблемы это скорее всего не Альцгеймер, поэтому не стоит волноваться. А если у вас болезнь Альцгеймера, то с этим все равно ничего нельзя сделать. Поэтому нет смысла обращаться к врачу в начальной стадии. А делать нужно наоборот. На самом деле скрыто протекающие изменения в нашем мозге начинаются за 20 лет до диагностирования болезни Альцгеймера. Есть огромное количество мер, которые можно предпринять как для профилактики, так и для излечения. Именно это и доказали перенесшие заболевания. Чем раньше вы начнете, тем быстрее достигнете улучшений. И даже если вы ощущаете легкие когнитивные расстройства, не связанные с Альцгеймером, вы, конечно, все равно захотите успешно излечить их. Итак, многим из нас говорили, что проблемы с памятью это просто часть нормального старения, а это позволяет болезни Альцгеймера незаметно подкрасться и задерживает крайне необходимое лечение. Доктор обычно каждый год говорит, приходите через годик, вы в порядке, пока наконец однажды он не заявит, о, это болезнь Альцгеймера, у нас нет от нее лечения, кроме таблеток, которые не помогают. Я настойчиво подчеркиваю, когда у вас правильная профилактика или лечение, ваше старение не сопровождается когнитивными проблемами. Так называемая возрастная потеря памяти означает, что что-то идет не так. Сейчас мы умеем выявлять факторы и эффективно работать с ними, раньше и лучше, и сделать деменцию редким заболеванием, каким она и должна быть. Убеждение в том, что потеря памяти это просто часть нормального старения, настолько распространено, что тормозит диагностику и ведет к заблуждению. Один из пациентов, который пришел ко мне с проблемами пожилого возраста, сам был отличным доктором, у которого оказалась болезнь Альцгеймера, подтвержденная позитронно-эмиссионной томографией ПЭТ амилоида, ПЭТ фтор-дезоксиглюкозы, ФДГ, анализ, измеряющий потребление глюкозы мозгом, магнитно-резонансное исследование МРТ, а также изученная семейная история и генетическая предрасположенность к АПОЕ4. Несмотря на все эти данные, ему сказали, что у него просто легкие изменения в памяти, связанные с возрастом. Однако его анализы показали, что если мы не начнем эффективного вмешательства, то он окажется в доме престарелых. Слава Богу, сейчас он в порядке. Эксперты, утверждающие, что нет смысла проверять нашу генетику, поскольку с этим ничего не поделаешь, и что потери памяти это всего лишь часть нормального старения, как правило, не говорят нам, пожалуй, самого важного. Детям любого, кто страдает от потери памяти, жизненно необходимо пройти обследование по достижении ими возраста 40 лет и начать следовать целевому профилактическому протоколу, так, чтобы предотвратить потерю памяти в последующих поколениях. Но когда в последний раз ваш доктор объяснял вам это и предлагал всем вашим детям пройти обследование? Все, что касается оценки, профилактики и лечения когнитивных нарушений, находится где-то на задворках, и не только наши доктора не говорят нам об этом, но и мы сами не реагируем на это. Не могу сосчитать, сколько раз я слышал от пациента, «Да я еще ничего, вот мой супруг, супруга, осознает себя не так хорошо». Есть старая шутка об одной пожилой паре. Муж по имени Боб говорит жене Сейди, «Я крайне обеспокоен твоей памятью, поэтому хочу устроить для тебя проверку. Пойди на кухню и приготовь мне глазунью из двух яиц, хаш-брауны, три кусочка бекона и чашку черного кофе». Сейди смеется, «Это же легко», и спешит на кухню. Боб слышит, как гремят сковородки и кастрюли, а через пятнадцать минут появляется Сейди с гордым видом несущая вазочку с парфе, затейливо украшенным взбитыми сливками и орешками. Боб бросает на жену недоуменный взгляд и произносит, «Э, да ты забыла вишенку!» Итак, если вы вместе с супругом или супругой страдаете потерей памяти, это не означает, что вам не нужно обследоваться. Это означает, что обследоваться необходимо обоим. И представьте себе, пары, в которых оба соблюдают протокол, часто помогают друг другу в этом, облегчая друг другу лечение. Эксперты также заверяют нас, что вот-вот появятся многообещающие препараты. Мы слышим об этом в течение десятилетий. В 1980 нам говорили, что к 1990 году уже будет эффективное лекарство. В 1990 году нам говорили, что что-то выпустят к 2000 году и так далее. Свыше 400 клинических испытаний провалились. Поскольку общий курс взят на амилоид, который накапливается в мозге у пациентов с болезнью Альцгеймера, миллиарды долларов тратятся на разработку и тестирование антител, МАП, сокращение для моноклональных антител, которые уничтожают амилоид. Препараты такого рода один за другим терпят неудачу, не улучшая интеллектуальные способности пациентов с болезнью Альцгеймера. Бопинезумаб, солонезумаб, затем гренезумаб, гантенерумаб и самый новый адуканумаб. Многие годы адуканумаб считался самым многообещающим лекарством для лечения болезни Альцгеймера. И это привело к повышению стоимости акции, выпускающей его фармацевтической компанией Биоген на миллиарды долларов. Это неудивительно, потому что по-настоящему успешный препарат от болезни Альцгеймера, в котором бесспорно есть крайняя необходимость, вероятно и должен быть лекарством на 100 миллиардов долларов. Однако в какой момент финансовые ставки стали такими высокими, если выводы и анализы, требующиеся для установления точных результатов, у пациентов весьма туманны? В какой момент прибыль от продажи препарата обернулась крахом для пациента? Вы можете судить об этом сами. После провала двух клинических испытаний FDA Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США отказалось одобрить Адуканумаб. Обычно этот факт означает прекращение применения, как это уже было со многими другими препаратами. Но очень трудно не принимать во внимание возможность получения 100 миллиардов долларов. Поэтому специалист по статистике нанятой компанией Биоген пересмотрел данные. О чудо! Статистик Биогена обнаружил то, чего не заметили внешние независимые статистики. Адуканумаб все же следует одобрить. Продолжение следует... Продолжение следует...